Долгоиграющая плохая постановка с аннексией украинских территорий формирует все новые и новые импульсы внутреннего хаоса в РФ. На всех этажах российского общества обнажаются все новые и линии расколов. Консенсус отсутствует вообще по всем вопросам, разве что кроме уверенности в психической болезни вождя. Все громче и настойчивее шепот, а Володю пора убирать, ведь к нему прилип ярлык токсичного и безответственного проходимца. Четвертым Сталином был Сталин, а пятым Сталином должен стать Путином. И вот этот пятый Сталин пробужается в Путине. Мы видим, как выращивается Сталин, как из Путина проклевывается Сталин. Наряду со Сталином рождается Гитлер новый. Новый Гитлер. Остановитесь! В армии дают понятие о нежелании выполнять убийственные приказы Путина, сотрясающего ядерной дубиной и торпедами Посейдон. Кадровых военных бесит еще и уничижительная критика со стороны тиктокера Кадырова и предводителя зэков Пригожина. Обеих паскудно, а передовой готовы размазать, ведь они тоже отчасти виновники краха Росармии. Как грозный пехотинец Путина сегодня стал генерал-полковником. Как пехотинец, так и повар Путина преследовали в ходе спецабосрации свои шкурные цели. Кадыров хотел получить позицию министра обороны, а Пригожин по привычке занимался рейдерством и мародерством. Это его братья Имбецил Ахлобыстин посвятил свое сатанинское Гойда. Однако самая-самая существенная проблема текущего момента завязана на смертельно ядовитом характере поглощенных территорий. Сейчас ни один из аннексируемых регионов не контролируется российскими оккупантами полностью. А в текстах бумажек о присоединении содержатся размытые формулировки а-ля «бабка надвое гадала». В подписанных соглашениях не обозначено, в каких границах оккупационное руководство регионов выводит их из состава Украины и в каких границах они аннексируются. Например, административный центр Запорожской области, Запорожье, с начала войны остается под контролем Украины. А в Херсонской, Донецкой, Луганской областях ВСУ продолжают возвращать населенные пункты под свой контроль. Сегодня в Кремле не смогли ответить, в каких именно границах Россия аннексирует захваченные территории. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что Москва якобы продолжает консультироваться с населением самих регионов. Территории четырех субъектов определяются границами, существовавшими на день их образования и день принятия в Российскую Федерацию. Взрыв мозга. Одни депутаты подразумевают административные границы регионов, но тогда части пока удерживаемых Николаевской и Харьковской областей словно кость в горле. Куда их относить? Не знаю. Другие говорят о привязке к текущей линии фронта и той территории, где были референдумы. Но здесь еще больше проблем. Это явный отказ от прежней задумки полного контроля над областями в админграницах, ведь нет сил воевать за Запорожье. Дальше заберем Киев и все остальные города. Более того, рухнула линия обороны Лимана, и, вероятно, скоро значительная часть Луганской области будет освобождена вооруженными силами Украины, так же, как и Херсон. Нет ничего страшного даже в сдаче Херсона. Нет ничего страшного в оставлении Мелитополя. Ничего в этом страшного нет. Даже если противник в Крым ворвется на время, и это не страшно. Да-да-да. Говорящий рот Путина-Песков озвучил некое маловнятное предложение посоветоваться с местным населением на предмет границ Запорожской и Херсонской области. Это, получается, Кремль с ВСУ советоваться собирается? Ха-ха-ха, смешно. Самое паршивое во всем этом – делегитимизация всех границ РФ. Из-за присоединения непонятно чего у России все границы стали спорными. 60 тысяч километров границы сомнительны. Это опасные игрушки. Нет понимания контуров страны. Соответственно, армии РФ неясно, что оборонять. Просто безграничный хаос. Граница России нигде не заканчивается. Сталка самоправда тяжелая, но Лиман наш. Наш. И все эти панические визги о том, что мы его сдали, я просил бы прекратить. Сейчас идет бой. Бой идет серьезный. И в ходе боя наши бойны жестко отражают то выступление, которое мы видим. Куда подходят резервы. Сегодня, сегодня, с 12 часов, там у нас погодилось, неплохо работает авиация. Там всегда хорошо работает артиллерия. И я бы пожелал нашим успеха, где-то удачи. Я больше чем уверен, что именно там у меня получится. Набрали воздуха. И по моей команде на счет три. Раз. Два. Три. Ура. 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 Победа будет за нами. Я думаю, что весь мир сильно переполошился. Это правда. Правда. Прекрасно понимая решимость нашего президента, потому что мы все равно победим. Красный Лиман наставлен. Ну вот объясните нам, ждали вы этого, не ждали. Что происходит? Я не могу объяснить задачу Красного Лимана. Отличный ответ. Откровенно. Все. Безбоженьки. Безбоженьки вон пацаны. Сейчас встретили они последние. Сейчас впереди никого нет. Ни 208-й, ни 28-й, ни никого. Все знают, где они даже сидят. Безбожья! 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 Почему все это происходит? Что случилось? Тут куда полиция Украины. Слава Украине! На Киев надежды никакой нет. Субтитры создавал DimaTorzok